Добрый вечер, в эфире Весь Карачаева, Черкесия, студия Руслан Жукаев. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Сотни тысяч сыновей и дочерей Кавказа ушли на фронт, а те, кто остались в тылу, всеми силами помогали защитникам Родины. Участвовали в строительстве оборонительных сооружений. 17 февраля 1943 года 20 советских воинов-альпинистов поднялись на вершину Эльбруса, сбросили флаги фашистской Германии и водрузили флаги Советского Союза. Таким символическим актом был ознаменован героический подвиг Красной Армии по полному освобождению перевалов Кавказа. Военные действия разворачивались на высоте 3000-4000 метров над уровнем моря и требовали от наших воинов необычной выносливости и специальной горно-физической подготовки. Кавказ являлся важным стратегическим объектом, которым хотела владеть гитлеровская армия. Демонстрируя непоколебимую отвагу, советские солдаты полностью уничтожили фашистские войска. Тем самым отстояли право на свободу и мирное будущее нашей страны. Поражение немцам на перевала дало возможность советскому командованию выиграть время и накопить резервы и усилить Кавказский фронт. Подвиги защитников перевала Кавказа были высоко оценены советским народом и правительством. 25 января 1943 года была учреждена медаль за оборону Кавказа, которой были награждены многие участники битвы за Кавказ и работники тыла. Собравшиеся отмечали, что народы Северного Кавказа и Закавказья всегда хранят память о великом подвиге солдат-освободителей. Народ должен помнить свою историю. Молодежь необходимо приобщать к патриотическому воспитанию. Наша с вами общая задача сохранять и передавать молодому поколению память о самой страшной войне 20 века. О мужестве и героизме наших защитников должны знать именно молодое поколение. Несмотря на то, что прошло уже 80 лет и сегодня наши земляки продолжают вести борьбу с фашизмом в зоне специальной военной операции на Украине, участник СВО Федор Дзанаев подчеркнул, что каждый из нас с честью выполняет свои задачи, берет пример с героизма наших предков. Параллелей с событиями в 80-летней давности много. Почему так получилось? Для нас, кто лицом к лицу столкнулся с украинским неонацизмом, ответ есть. На Украине и в поддерживающих ее странах историю не выучили. А мы с вами знаем о прошлом, думаем о будущем, живем настоящим. Как и 80 лет назад победа будет за нами. В завершении мероприятия собравшиеся почтили память погибших в битве за Кавказ минутой молчания, а после возложили цветы к вечному огню. Али Халеб Шоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, поселок Орджоникидзовский. В Росгвардии по Карачаево-Черкесии прошел брифинг для региональных журналистов. Тема мероприятия – приобретение правового статуса частного охранника. Модератором выступил заместитель начальника управления, начальник лицензионно-разрешительной работы Эдуард Чумаев. Он рассказал о том, что охрана личной собственности или магазина, организации детского сада или школы стала обязанностью частного охранного предприятия. Они обладают достаточно широкими полномочиями, чтобы обеспечивать правопорядок, сохранность имущества, здоровье и жизни людей. Эдуард Чумаев рассказал о том, кто имеет право на приобретение правового статуса частного охранника, каков порядок выдачи соответствующего свидетельства, какие существуют квалификации, могут ли вноситься изменения в ранее выданное удостоверение и другие вопросы. Правовой статус частного охранника может приобрести гражданин Российской Федерации, достигших по 17 лет, который судом не признан дееспособным, то есть человек должен быть дееспособным, прошедший соответствующую подготовку, получивший соответствующую квалификацию частного охранника и в дальнейшем получивший удостоверение частного охранника. Экономика страны переживает непростые времена. Санкции иностранной компании одна за другой заявляют о приостановке инвестиций и продаже принадлежащих им предприятий. Цены на материалы и оборудование растут. В подобных условиях, как никогда, важной является поддержка отечественной индустрии. Этим занимается Фонд развития промышленности, который выдает льготные займы на различные проекты. Как он действует и кто может получить поддержку? Репортаж Альбины Ламковой. Основной целью Фонда развития промышленности является поддержка промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории нашей республики. Им предоставляют займы для проектов по разработке новой высокотехнологичной продукции, импортозамещению, по лизингу оборудования и цифровизации действующих производств. На сегодняшний день действуют пять программ льготного финансирования. Из них две региональные программы. Это как проект развития. Условия программы проекта развития являются сумма займа до 50 миллионов по 3% годовых и сроком до 5 лет. Также еще вторая программа у нас – это оборотный капитал. Условия программы являются сумма займа до 15 миллионов, также 3% годовых и сроком до 2 лет. А по трем другим программам – это программы такие, как совместное софинансирование с Фондом развития промышленности Российской Федерации. Там у нас действуют три программы. Это комплектующие изделия, программы проекта развития и повышение производительности труда. По трем программам совместного финансирования с Федеральным фондом развития промышленности выдаются займы от 20 до 200 миллионов рублей сроком до 5 и до 3 лет годовых. Льготный период уплаты основного долга – до 3 лет. По совместным проектам для промышленных предприятий являются более лояльные условия. Ключевая ставка может понизиться до 1%, если предприятие будет выполнять такие условия, как под обеспечение они могут предоставить Фонду развития промышленности банковскую гарантию, либо же в рамках инвестиционного проекта они могут купить, приобрести оборудование российское. То есть по этим условиям ключевая ставка снижается от 3 до 1. Чтобы выбрать подходящую программу, необходимо прийти за консультацией. Предприятие может обратиться в Фонд развития промышленности для разъяснений, какие действуют программы регионального значения, федерального. Могут прийти в фонд, расположенный по адресу города Черкесск, улица Калантеевского, 36. Также зайти на сайт Фонд развития промышленности Карачао-Черкесской республики. Там вся информация, все программы наши размещены. Также было бы хорошо, если бы предприятия приходили к нам. Мы консультируем полностью, подбираем индивидуально. На сегодняшний день в Фонде развития промышленности профинансировано и действуют три проекта. Два из них являются инвестиционными. Они работают успешно и реализуются согласно плану, заключила Инна Кохова. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями. Местами осадки в виде дождя, мокрого снега, местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 11-14. Температура ночью 0,5. В горах до 7 градусов мороза, а днем плюс 5, плюс 10. И местами до 5 градусов выше нуля. Ночью и утром в горах на дорогах гололедица. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 1,3, а днем 8-10 градусов со знаком плюс. В общественной палате состоялось первое заседание рабочей группы по гармонизации межнациональных, межрелигиозных отношений, а также сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Рабочую часть заседания предварили подписанием соглашения о взаимодействии между Общественной палатой Карачаева-Черкесии и Общественной государственной организацией знания. Рабочая группа на данный момент является уже полностью сформированной и готовой к плодотворной деятельности структурой. В ее состав вошли представители православного и мусульманского духовенства, а также общественных организаций, национальных объединений, сферы образования и СМИ. Бах, лесгинка и русские народные танцы на одной сцене. В Московском международном доме музыки стартовал 20-й фестиваль «Москва встречает друзей». Организован он благотворительным фондом Владимира Спивакова для демонстрации успехов юных талантов из России и других стран. В числе приглашенных ансамбль «Карча» из Карачаева-Черкесии. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В этом году фестиваль празднует юбилей и проходит с особым размахом. По доброй традиции старт фестивалю дал грандиозный галоконцерт в Светлановском зале Дома музыки. Перед началом вечера маэстро Владимир Спиваков поблагодарил и поприветствовал гостей и участников фестиваля. Я очень рад вас всех видеть. Спасибо большое. Считаю фестиваль открытым. Я уверен, что вас ждут впереди нежные, удивительные и незабываемые встречи с детьми. Открытие 20-го фестиваля состоялось в Международный день музыки. В первом отделении концерта лучшие детские хореографические коллективы России представили яркие танцевальные номера. Среди них ансамбли из Москвы, Элисты, из Северной Осетии, Алани, Карачаева-Черкесии и Дагестана. Более 60 регионов России и 18 стран мира принимают участие в юбилейном 20-м фестивале. Ансамбль «Карча» из Карачаева-Черкесии участвует уже на протяжении 10 лет. Каждый год они привозят разнообразные яркие номера, отображая в них традиции народов нашей республики. В этот раз вокально-хореографический ансамбль представил танец с барабанами, ритмы гор. Художественный руководитель коллектива – народная артистка Карачаева-Черкесии Тамара Уртенова и народный артист Карачаева-Черкесии – главный балетмейстер ансамбля Чура Узденов. Придумано здорово, что это все как бы танец с барабанами, что обыгрывается этот ритм, да, бешеный, сумасшедший, такой живой, бьющийся сердцем ритм гор и ритм вашей замечательной республики. Такой живой, такой теплой, такой солнечной, такой яркой. И дай бог, чтобы в народе и у вас была такая же жизнь, солнечная, яркая и настоящая. Мы приезжаем уже сюда почти 10 лет. И вот каждый раз, когда приезжаем сюда, вот такой праздник. Организаторы организовывают это все на высочайшем уровне. На таких фестивалях весь мир приезжает к ним. Пусть тех стран только не приезжает. И мы должны представлять себя достойно на таком уровне. Просто прекрасное место и прекрасный фестиваль. Дети, выходя на сцену, наделяются полномочиями представлять широкой аудитории свой труд, свое творчество, свой край своих педагогов. Это высокая социально-культурная миссия, которая возлагается на детей в раннем возрасте и далее проносится ими через всю творческую жизнь. Хотелось бы выразить огромную благодарность фонду Владимира Спивакова за предоставленную возможность выступить на большой сцене, показать традиции своего народа, показать все тонкости игры на барабане. И каждое такое мероприятие проходит очень трепетно. Я горжусь тем, что я могу показать традиции своего народа. Миссия фестиваля – привлечение внимания к талантливой молодежи и духовному развитию нации. Плодотворное развитие духовных и культурных связей способствует углублению доверию и взаимопониманию между народами. Вторая часть концерта резко контрастна первой. Вместо народной музыки – академическая живая игра оркестра и солистов. Совсем юные пианисты, скрипачи и другие музыканты под дирижированием Спивакова выступили на сцене Светлановского зала совместно с виртуозами Москвы. Для зрителей данное мероприятие является знаковым и красочным. Сочетая в себе разнообразный репертуар, получилась яркая кульминация всего вечера, объединившая творческие дарования из разных регионов страны. Дарья Тендит, Вести Карачаева, Черкесия, Москва. Это все вести на сегодня, прямо сейчас, премьера фильма «Лихорадка». Всего хорошего и до встречи в эфире.